Здарова, народ! Игрок на ВЗ-55 спрятался в воде от толпы противников и устроил им настоящую подводную засаду. Всё, внимание, на экран у нас шикарнейшее сражение. Много всего интересного здесь произойдёт, поэтому давайте уже смотреть. Тем более у нас ВЗ-55, вверху списочка с восьмёрками, с девятками, всеми любимая Прохоровка. Поэтому должно быть красиво. И посмотрите, ещё арты нету вообще. Просто всё, по идее, шикарно у нашего героя. Вверху списка, да ещё и без арты, ну сказка да и только. Поэтому приезжаем сразу же на центр и вон впереди там прокатывался мистер Хомяк, которому мы и отправили первую нашу тычку. Нормально так, Объект-257, он ещё, по-моему, желает получить немножечко трендюлей. И смотри, как красиво. Бор там стоит, ещё бы снаряды залетали, было бы вообще всё шикарно. Ну, со второго снаряда дали. Ну, скажем так, с двух барабанов половину реализовали. Один, так скажем, да? С каждого барабана по снарядику в цель. Ну, тоже неплохо для начала. Посмотрим, что дальше. Ну, пока держим позицию. И вон у нас выкатывает С-3-2. Посмотри, башней своей тут козыряет. Дружище, это ты в нужную калиточку сошёл. Мы тут твою башенку ждём, особенно её картонный борт, да? Это нас радует. Так, Леопёрд-1. Там 60 ТП тоже можно попробовать этих двух товарищей подвыцелить. Ну, или С-3-2, он всё ещё красуется. Ты смотри. Модель какая там на С-3-2. Всё никак не угомонится. Так, ну, у нас тут картонный Леопард. Тоже очень желанный клиент, я вам скажу, да? Отработать по нему было бы неплохо. И мы это делаем в ангар Леопард. Так, счёт 2-2. Тем временем довольно неспешно развивается сражение. Ещё ни одна команда не заработала такого явного преимущества. Ну, а мы потихонечку на центре уже 2500 дамага накидали. Ну, тоже неплохо, я считаю, да? Почему бы и нет? Два с половиной косаря на дороге тоже не валяются. Так, и получили, правда, неплохо тоже. Почти половину ХП тут умудрились уже потерять. Это, конечно, не совсем то, что хотелось бы. И тут он у нас 60 ТП за холмиком стоит. А ну-ка, давай, выйдем. По 60 ТП отработаем. Было бы отлично встретить этого друга. Мне 60 ТП не хочет к нам в гости идти. Ну, да ладно. Начинают как-то противники уже поаккуратнее играть. Так, не подставляются. Да и счёт 2-3 не в нашу пользу меняется. К тому же по ХП, если посмотреть, наша команда проигрывает. И если обращать внимание на миникарту, иногда тоже этим следует заниматься. Кстати, в бою, да. Вот здесь какая-то такая неприятная толпа противников, да. Которая по 2-3 линии вот здесь может прорваться. И там особо некому их останавливать. Поэтому наш герой решает откатить назад. И здесь тоже, по идее, должен быть настрел. Потому что противники фуловые, вон, выезжают. У них много ХП. Можно вот здесь в такие моменты, когда они начинают рашить, тоже пару снарядиков закинуть. Ну, или один. Как в данном случае получилось. Ну, тоже почему бы и нет. Так, Т110Е5. Вон, фуловый. Смотри, чем там наша команда занималась. Вот, они вообще нетронутые катаются тут. Надо Т110Е5 распочинить немножечко. Или вот этого товарища. Ну, второй фраг, нормально. Юдус 03 тоже фуловый, обалдеть. 7-10 уже вот такой довольно напряжненький, я бы сказал, становится счет. Это уже не равенство. Это уже больше похоже на победу вражеской команды. Так, Т103 тут. 1350 ХП. А ну-ка, давай по Т103 поработаем. Полетела по Т103 с поджогом. Полетела, залетела куда нужно, промеж булок прямо, да? Еще по Т110Е5 бы закинуть было бы неплохо. Вон он Е5 выкатывается, смотри, в наглую просто. Вообще уже ничего не боится. Думает, что он раз тут за 5 минут боя фуловый, то вообще никто не способен ему ничего сделать. Но мы это мнение у него поменяем. Так, отправили первый снаряд по Е5. Ну и даже вот эта уже довольно такая спрятанная позиция в кустах возле базы становится опасной для нашего героя. Потому что Е5 уже довольно близко подкатывается, союзников все меньше и меньше. Так, ну и опять, опять один из двух снарядов реализуем. У нашего героя в этом бою что-то прям стабильненько так один из двух заходит. Так, народ, сейчас будет просто безумная развязка этого боя, лютое сражение. Давайте перед этим вам хочу успеть напомнить, что спонсоры этого видоса парни с классного сайта ВотГолд, где вы можете золото и прямтанки себе получать. Советую, как всегда, вот на ВотГолд главный контейнер, с которого больше всего крутых призов выпадает. Там и голдишка, и прямтанки могут выпадать. В общем, залетайте по ссылочке в описании. Если будете счет пополнять, вот этот наш классный промокод вводите. По нему каждый получает гарантированный подарок-бонус. Вверху сайта ВотГолд, там вверху справа кнопочка пополнить. Нажимайте ее, там будет окошко и в нем надпись у меня есть промокод. Вот прямо на эту надпись жмете и туда строчечку вот этот наш шикарный промокод вводите. По нему реально каждому дают бонус. В общем, в описании под видео ссылочкой промокод. Все там внизу под роликом смотрите, ищите. Главное промокод не забудьте. А мы смотрим далее, потому что здесь вот как раз наш герой занимает позицию здесь в водичке, так сказать, чтобы охладить пятую точку, потому что она уже должна неплохо так подгорать. Ну, потому что команда-то все-таки движется к сливу. Этого не стоит забывать. И сейчас начнется самая интересная часть этого сражения, которое обязательно следует всем посмотреть. Так, вдвоем с БЗ-68 мы остаемся против шестерых, на секундочку, противников. Очень такой опасненький коллективчик тут против нас собрался. Так, он впереди. Объект 257 можно попробовать выцелить. И выкатывает, смотри, Т110Е5 начинает наваливать на нас в наглую. Так, ну и смотрите, сейчас будет супер прием жопного тарана, так скажем, да? Юдаса 0-3 приняли, так сказать, на пятую точку прямо. Нормалечек, вот это интересный тоже момент. Научился таранить задом наш герой. Ну и тут же охлаждаем зад в водичке. Нужно искупаться, потому что он после такого жопа-то, ай-яй-яй, бобо там происходит. Поэтому надо немножечко охладить. Ну тут у нас позиция шикарная. Прямо под водой наш герой прячется. Периодически запускается вот этот обратный отчет до затопления танка. Но мы пока справляемся с этим. Так, 11-14. Тем временем наш герой сейчас один против четверых. И вот приезжает фошек 155-й. С этим гостем надо осторожно, потому что он спокойно может нас ваншотить. Да и видите, второй снаряд, как всегда, нас подводит. И тут нам очень помогает как раз-таки уничтоженный Юдас-03, который закрывает нас от барабана французского, да? И заходим в бачину. Сейчас очень опасно. И в лючочек добираем. Просто даже непонятно, как наш герой умудряется здесь выживать в этом моменте. Но каким-то чудом ему все-таки удается это делать. И остается у нас сейчас 2 девятых и 1 восьмой уровень. Надо, в принципе, можно это уже тащить. И ЦС-52 Лиз подставляется. И смотри, приходится два снаряда тратить. Ну, в этот раз второй снаряд нас не подводит. И тут же на охлаждение откатываем, да? И скупаться. Можно сказать, позиция под водой просто от нашего героя. Потому что очень часто мы здесь заныриваем, так сказать, да? А потом вылезаем и даем противникам просраться хорошенько, да? Он катается, как в игре «Морской бой». В старых этих автоматах. Объект 257, да? Бочиной. Двигается и отправляем его в ангар. Остается хомячок. А где там этот хомячок? В какой норке сидит? Надо поехать отыскать этого товарища. Хомячок, хомячок, выходи, дружище. Спрятался. Где-то. Ну, тут надо поаккуратнее. На самом деле, потому что у нас остается всего 57 хп здесь. Здесь сильно не понаглеешь с таким запасом прочности. Поэтому нужно максимально аккуратно здесь в финалочке сыграть. Не подставиться. А вот, кстати, мистер хомяк. Смотри. Стоит тут, нас выцеливает. Ты смотри, что делает. И опять первый снаряд тут нас подводит. Ну что, может в КДшечку уйти? А то сейчас промахнемся. С одним снарядом ехать на хомяка такой себе. Но, с другой стороны, сейчас уходить в перезарядку тоже опасно. Потому что он может выкатить. Но наш герой решает все-таки рискнуть. Перезарядиться. Хотя он в чате пишет, не рискуй. Но тут непонятно вообще. Что есть риск, так скажем. Да? Где же хомяк? А вот он стоит. Ну-ка, в башню. И все-таки это победа. Вот такой красивенький у нас боецкий сегодня. Лайк, подписочку не забываем. Идем к итогам. Так, ну и тут у нас стальная стеночка. Воин, спартанец, основной калибр, защитник, редлик, колобанов, мастер. Больше 10 тысяч урона. 10.355. 8 фрагов. Вот такая красотень. Вверху справа. Сейчас прошлый видос появляется. Залетайте, смотрите в описание. Заглядывайте. Там ссылочка на вотголд и наш классный промокод. А мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ.